Всем привет! Сегодня мы поговорим о геолокации Wi-Fi спуфинге, используя плату ESP8266. Итак, с чего начнем? Начнем с того, что мы откроем вот эту вот вкладку Wi-Fi WSSID Spoofer и посмотрим, что у нас здесь есть. Здесь у нас вот в этой строке написано Wiggle API. И сюда нам нужно ввести вот такие вот всевозможные циферки, так называемый ключ, который мы, точнее, вы получите, когда зарегистрируетесь на сайте Wiggle. Регистрация простая, но иногда аккаунты банят. То есть надо лучше регистрировать куда-нибудь с европейского или с американского адреса, точнее IP-адреса. Итак, что мы имеем? Вот, к примеру, у нас аккаунт, который я создал. Нам нужно зайти в аккаунт, и здесь у нас показан ключ. Нажимаем Show My Token и смотрим, вот он ключик. Вот этот ключик нам нужно скопировать и без пробелов, без пробелов перенести вот сюда. Если мы посмотрим, то вот у нас здесь стоит такой ключик. То есть вот сюда мы его заносим. Все, теперь далее. Далее нам нужно получить желаемые наши Wi-Fi точки. Для этого открываем сайт Wiggle, переходим, ну скажем, какой город нас интересует. Какой-нибудь большой возьму, естественно. Открываем карту, ближе, 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 находим множество точек, которые расположены возле частных домов. Ну и поищем, где их больше всего. Вот здесь какой-то домик, и здесь очень много Wi-Fi точек. Вот мы приблизили на самое максимум. Далее у нас здесь справа показана площадь координат вот этого места. Мы скопируем первую строчку и внесем программу сюда. Вторую строчку. Мы также скопируем и внесем в программу вот сюда. Здесь у нас показано, сколько точек нам нужно. Допустим, 10 точек, да? И, соответственно, время. То есть не позже 24 месяцев, которые были созданы. И все, в принципе, нажимаем Get SSH ID. И происходит получение данных. Получение данных произошло. Далее, смотрите, что происходит. Далее эти данные проходят в чекер. Что это значит? Точки, понятно, мы указали. Но эти точки, которые мы получили с сайта Beagle, они должны соответствовать вот этим координатам по базам Google, Apple. Вот они должны соответствовать. Соответственно, вот мы получили данные. И мы видим, что эти данные соответствуют вот этим координатам, которые указаны наверху. Здесь, ниже у нас, показано. То есть у нас несоответствие уже по координатам идет. И, соответственно, эти точки не были внесены в базу. Но сама прошивка еще не создана. У нас здесь получается вот, наверное, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, десять точек. Мы сейчас создадим прошивку. Для этого мы перейдем в менеджер. Да, можно менеджер. Папочка утилиты. И здесь у нас есть драйвер. Так, подождите. Значит, вставляю я в компьютер плату ESP8266. Так, плату я поставил. Но, у нас, если мы перейдем, значит, в наш менеджер, то мы здесь не увидим никакого порта. Для этого нам нужно поставить драйвер. Драйвер, драйвер, драйвер. Драйвер поставлен. После этого у нас появился порт. Вот, этот порт. Бывает здесь иногда несколько портов, но только наугад можно понять, к какому порту подключена плата ESP8266. Так, ну ладно. Плату мы подключили. Пока закрою это дело. Теперь, смотрите. Теперь нам нужно получить прошивку. То есть, по этим данным. Для этого мы нажимаем Get Fail. И ждем, когда, соответственно, данные передадутся на сервер, скомпилируется прошивка и она обратно перешлется, соответственно, нам сюда. Итак, вот наша прошивка получена. Вот я тут немножко отвлекся. Вот она появилась у нас, соответственно, в нашем менеджере. И теперь нам нужно нажать, выбрать, соответственно, порт и нажать Программируемые. После чего происходит прошивка нашей платы. Лампочка здесь так мигает. Очень усиленно на плате. Когда прошивка закончится, то после этого нужно нажать кнопку Reset. Ну и все. В принципе, наша плата готова излучать, так скажем, те BSSD адреса, те самые ложные точки и выдавать в эфир. Далее, что с ними делать, я думаю, всем понятно. Ждем. Ждем. Вот, в принципе, все закончено. Нажимаем ОК. Далее, на плате нажимаю кнопочку Reset. И все, плата работает сама по себе. Ей достаточно только питание подавать. Не обязательно подключать ее к датакабелю. Все работает. Как-то так. Всем спасибо. Пока.